Здравствуйте, дорогие друзья! С вами я, Ольга Ушакова, и наша программа «Планы на жизнь». Как вы думаете, можно ли совмещать заболевание рак молочной железы и спорт? Я в своем примере когда-то показала, что это возможно. Но есть еще один очень-очень яркий пример, потому что у нас сегодня в студии Аня Гладкова, онкопациент. Ань, привет! Привет, Ольчик! Я тебя сразу хочу поздравить с получением диплома персональный фитнес-тренер. Это теперь моя новая специальность. Вот я даже привезла сертификат. Здесь еще есть диплом, есть членская карта. Теперь я являюсь членом Ассоциации профессионалов фитнеса. Вот. Теперь моя направленность сюда. Достойное приложение к такой замечательной женщине, да? Спасибо. Ань, а вот с чего все начиналось? Как ты пришла к тому, что стала фитнес-тренером? В фитнес, в сам фитнес я пришла чуть больше четырех лет назад. Началось с того, что ты пришла в фитнес? Да. Пришла как просто клиент фитнес-зала, да? То есть как человек, который стремится похудеть. Мое достижение – я похудела на 32 килограмма. Сколько был вес? 92. А сейчас? Сейчас во мне 66, но сейчас набрано немножко масочной массы, слава богу, да? Ну да, мышцы тяжелее, чем жир. Да, да. Вот. То есть два года я занималась. Год сама самостоятельно корячилась там в зале как-то, да? Был результат? Ну, за этот год вот как раз я еще питание отрегулировала, и прошло вот как раз изменение в весе. А потом я поняла, что этого мало. Нужно заниматься с тренером для того, чтобы поставить еще и технику упражнений. И тогда уже появился персональный мой тренер. Юлия Симонова. Привет! Вот. Я ей очень благодарна. С ней мы до сих пор в сотрудничестве. Иногда я до сих пор беру у нее тренировки. Вот. А потом был диагноз. Так. Это спустя два года ты узнала. Это в каком году было у тебя? В 18-м, осенью 18-го года. Тебе поставили диагноз? Нет. Поставили чуть позже. Я у себя обнаружила шишку в правой молочной груди. Железе. Или в груди. Просто в груди. Да, да, да. В правой молочной железе. Обнаружила шишку. Она немножко прибаливала, грудь воспалялась во время месячных. Вот. И я обратилась сначала к гинекологу, к своему участковому гинекологу. Она направила меня на УЗИ. По УЗИ поставили просто фиброденому. Но в связи с тем, что возраст был за 40 много, да, 40 плюс, отправили все-таки на маммографию. Да. А потом сделали пункцию тонкоигольную. Это после маммографии тебе сделали? Да. Потому что увидели, что там что-то не то. На маммографии засомневались с тем, что опухоль снабжается кровеносными сосудами. Это, да, это важный такой момент. То есть маммограф, который вот расшифровывала, она сказала, что она не видит никаких злокачественных новообразований, но ее сомнения вводят в то, что опухоль снабжается кровеносными сосудами. То есть она в любой момент может переродиться. Сделали сначала тонкоигольную пункцию, на ней ничего не обнаружилось. И меня отправили просто на операцию по удалению фиброденома. Но когда я пришла к хирургу, который должен был оперировать, вот он уже сказал, что ему недостаточно анализов, ему нужно сделать биопсию тканей. Да, биопсию тканей. И вот уже по биопсии тканей, это был февраль 2019 года, мне был поставлен диагноз рак молочной железы. Гормонозависимый, люминальный B, вторую стадию мне сначала поставили, GI 67-27 был у меня. А почему вторую, а сейчас, а потом? После операции снизили на первую, потому что не было ни одной метастазы. То есть лимфоузлы не были задеты? Лимфоузлов удалено было 18 штук, все были чисты во время операции. И, соответственно, стадию снизили на первую. А тебя на гормон перед операцией не сажали? Нет. У тебя сразу после того, как определили биопсию, сделали операцию? Да, вот 20 февраля 2019 года был точно, окончательно поставлен диагноз рак молочной железы. А 25 марта 2019 года была проведена уже операция. У меня была резекция с сохранением груди по удалению рака молочной железы. То есть грудь, органосохраняющую у тебя была операция? Аня, а вот когда ты узнала диагноз, чувства какие были? Ну вот, если честно, Оля, этот месяц до операции я помню плохо. Потому что в эмоциональном плане мне было просто страшно. Потому что не знаешь, что будет дальше. Потому что даже не знаешь после операции или подтвердится твой диагноз, да, или его усугубят. Потому что никто же не сказал, что при обследовании первоначальном никто не мог сказать, повреждены ли лимфоузлы или нет, или они хорошие. Но обследование этого не показывало. А в связи с тем, что у нас есть интернет и доступ ко всему, то заглянув в интернет, начинаешь читать у девочек, у многих, да, там стадии становятся после операции более сильные, да, и результаты обследований получаются более сугубые. То есть я боялась, правда боялась. Я мужу там дала распоряжения всякие уже. Даже как и что, да, да, даже. Как меня хоронить, я уже об этом говорила. Я детям говорю, потому что у меня три сына, я детям говорила, как им в дальнейшем плане жить, да, что, чтобы... Наставление. Да, брала с них обещание, что они останутся дружными. Ой, я сейчас зареву. Что они останутся дружными, что сохранят отношения, которые в данный момент у них есть. Было страшно очень. Да, конечно, всем страшно, когда... Вот. Но на счастье мне попался замечательный врач. Болотов Максим Алексеевич. Это где ты лечилась? Я лечилась в Московской городской онкобольнице номер 62, которая находится в городе Красногорск. Ну, под Красногорском там она находится. Так, врач. Врач замечательный, с таким он чувством юмора. То есть я, когда пришла первый раз к нему на консультацию, я ему тогда сразу после консультации сказала, доктор, возьмите меня на операцию, только вы, пожалуйста. Потому что он с таким оптимизмом говорил мне, с таким юмором, то есть это вот обязательно нужно попасть на своего врача. И после операции он мне говорил, так, это что, у тебя там такая фигня была, тебе жить и жить, мы с тобой еще, в общем, на столетие нас твоем будем пить. И, в общем, он мне дал стимул. Вчалил надежду. Да, что это не так страшно. Что не такая у меня страшная стадия, чтобы я готовилась к смерти, я должна смотреть вперед в жизнь. Ну, я так и сделала. Я продолжила свою жизнь, выписавшись из больницы через неделю, то есть отлежав там 24 дня, кажется, я в больнице лежала. 24 дня не могла, наверное, отлежала. Ну, 21 или в общем, ну что тут такое там. Да, ну, наверное, неделю, наверное, 10 дней. Нет, я побольше лежала, да, потому что у меня катетер, который стоял из груди, у меня снимали там. То есть он меня не отпускал по каким-то причинам, там, что-то, в общем. Вот. У меня очень необычный шов. Почему? Зигзагообразный. То есть у меня как будто зеро меня пометил. То есть вот зеро. То есть вот в кино зеро же отмечался, да, вот с пагой своей. Да, да, да. То есть у меня вот на груди такой вот необычный шов буквы «З». Или как молния у Гарри Поттера. Да, да, или как молния у Гарри Поттера, да. Это тоже была вот задумка Максима Алексеевича. Почему? Ну, он сказал, что в связи с тем, что он удаляет большой кусок груди, но решил оставить мне целиком грудь. И для того, чтобы сосок не очень был смещён, он сделает вот такой зигзагообразный шов. То есть это его новшество такое, да, что прямые швы, они уродуют грудь, чтобы, говорит, хоть как-то у тебя эстетически это выглядело не так страшно. То есть вот тебе такой от меня розчерк буквы «З». Интересно. А после операции было ещё лечение? Да. Что было? Было, предложено мне было или гибиториароматаза, то есть длительный на 5 лет курс, или удаление яичников. В связи с тем, что у меня трое детей, мой возраст за 40+, и рожать я не собиралась уже больше. То есть было предложено два варианта мне на выбор. Я выбрала удаление яичников. А клеммакс уже был на тот момент? Нет, нет. Я была нормальной циркулирующей женщиной, то есть у меня были нормальные 24 дня стабильный был курс. Вот я и среагировала на опухоль, потому что у меня во время месячных болела грудь. И не первый раз уже. Как в молодости, да? То есть вот когда там перед беременностью или что-то грудь там... Но обычно в этом возрасте всё равно какие-то такие проявления климакса уже есть после 40. Ничего не было? Не было. Нет, ничего не было. Клеммакс начался вот после того, как яичники удалили. И все прелести, наверное, испытывала. Да, да. Резко, всё резко. У меня до сих пор иногда бывает, что я просыпаюсь ночью вся мокрая, как лягушка. Приливы? Да, приливы. Озноб, жар? Да. От волнения иногда тоже бывает вот прилив этот корячий. Сколько длилось вот это вот с... Получается больше года уже. Больше года? Ну, да. Сейчас реже стало, реже. Первое время было очень. Первое время было по несколько раз в день. То есть... У меня по несколько раз в час. Ну вот... Было некомфортно очень и морально, и физически такое состояние. Дыхание, сердцебиение, всё тоже. Да. Ничего не предлагали? Нет. То есть... Ничего. Мой онколог, который сейчас на участке у меня, он сказал, что извините, вам теперь ничего нельзя. В связи с тем, что гормонозависимый был рак, никаких вам облегчений нельзя. У нас тут была героиня программы, она антидепрессанты в качестве вот подавления вот этих вот всех проявлений климактерических. Нет, я как-то сама справляюсь, я начинаю глубоко дышать. Ну и я считаю, что и физические нагрузки мои, тренировки три раза в неделю, они тоже этому способствуют, что это всё проходит. Они этому способствуют. Да. Они не способствуют приливам, они способствуют улучшению состояния. Как и все врачи рекомендуют заниматься активным образом жизни для того, чтобы погасить вот эти вот... Да, да, да. Уменьшается состояние вот этого климакса. Оно смягчается, уменьшается. И вот после года я очень... Сейчас стало очень редко, когда я или сильно волнуюсь, или там бывает, ну, раз в неделю, может быть, я прошнусь ночью от того, что... Я вот о чём-то таком грустном подумаю, у меня сразу прилив. Ну вот. Это вот всё-таки на психосоматике тоже какой-то... Ну да, да, да. От эмоционального плана они, да, от того, что ты начинаешь переживать, нервничать, и пошла эта волна. А больше у тебя ничего не было? Вот удалили яичники? Ещё была лучевая терапия, 21 курс, да, лучевая терапия была. Как перенесла? Ой, я переносила, знаешь, как я приезжала с лучевой терапией, она же была там же, под Красногорском, 62-й, и часа 4 я спала. То есть у меня было такое состояние, я была такой сонной мухой. Хотя был июнь, июль, то есть я вот лето потом... Получается, в марте была первая операция на груди, в мае вот удалены были яичники, и июнь, и часть июля я проходила вот лучевую терапию. Как тебя поддерживали родственники? Вообще что-то было такое? Ну, моя семья, да, оказалась для меня сильнейшей опорой, особенно муж. Он и морально заботился, он... Даже к тому, вот когда я готовилась к операции на яичников, был комплекс того, что... Будет ли он меня считать полноценной женщиной после этого? Всё-таки как-то... Ну, грудь сохранили, он это принял, то есть всё нормально, он расхваливал меня. Вот, а по поводу яичников он сказал, милая, я с тобой столько прожил, у нас с тобой три сына. Ну, какие яичники, ты что? Ну, какие яичники? Класс вообще. Вот, так что... Это приятно слышать, и прям даже вот трогательно до слёз. Да. Это здорово, что такие вот мужчины есть рядом. Да, это опора для меня и в данный момент. После стольких прожитых... Я сейчас ему комплимент. После стольких прожитых лет, он для меня опора, муж, брат, друг, папа, сын. То есть все воплощения мужские воплощаются в одном лице моём мужа. Как круто сказано. Да. Ну, а как спорт возвращалась? Ну, вот я начала эту мысль и как-то недоразвила. Отлежав в больнице, ну, там, 21, мне кажется, всё-таки я день лежала. Долго, потому что долго. И уже в апреле, получается, 11 апреля у меня был день рождения, и, наверное, числа 14 апреля я пошла уже в фитнес-клуб. Я не делала, конечно, силовую тренировку. Я просто ходила и с пустыми тренажёрами, ну, для того, чтобы ощутить ауру, прилив эмоций, какой обычно ты испытываешь, да, эндорфины вернуть свои, которые ты испытываешь эмоционально в фитнес-зале. Я пошла туда, и уже через месяц, наверное, перед операцией на яичнике я уже стояла в планке, хотя были удалены 18 лимфослов. И как рука среагировала? Ну, рука побаливала, честно могу сказать. А, отёки были? Отёки были после лучевой. Вот я до сих пор ношу рукавчик, потому что вот в жару я чувствую дискомфорт в руке. То есть у меня реагирует на повышение температуры рука. От физических нагрузок нет. От физических нагрузок, слава богу, она адаптированная. То есть и наоборот, если долго перерыв какой-то делаешь, там вот из-за пандемии был перерыв у нас от спортивного зала, тренажёрного, рука, наоборот, чувствует дискомфорт от отсутствия тренировок. Тренировок. Да. Ну вот у меня то же самое. Я перестала заниматься, и рука начала отекать. Да, да. Вот. А насчёт лучевой я не знаю, следствие лучевой или нет. Лимфостаз – это такая штука, в любой момент он может. Ну да, он среагировать может, да. И спустя 10 лет это может появиться. Ну, я в качестве вот страховки для себя я рукавчик ношу. Ну, он помогает, помогает? Ну, мне нравится, Оль. Постоянно? Ну, почти что, да. То есть я утром встала, и вместе с бельём я одеваю сразу рукавчик. А на тренировке тоже? На тренировке, да. Ну вот я как-то без него обходилась, только в дорогу. При перелётах в дорогу убрала. Глядя на тебя, просто мечтаю о том, чтобы вернуться в спорт и почувствовать то же самое, что ты чувствуешь три раза в неделю. Да, да. Это вообще такое счастье. О, я сейчас очень счастлива, потому что открыли тренажёрный зал, и я туда снова вернулась. Тело моё снова чувствует эти ощущения. Я тебя прям понимаю. Очень хорошо. Спасибо, Оль, я знаю. А планы в спорте какие у тебя? Ой, я не останавливаюсь на достигнутом. То есть в данный момент я ещё заканчиваю сейчас спортивного нутрициолога курсы. Вот в скором времени ещё добавится дипломчик. Ну, это профессиональные, давай о них поговорим. Так. Вот. Дальше я хочу стажироваться и специализироваться уже конкретно на реабилитации. Именно реабилитации женщин с РМЖ. Прям ставлю перед собой такие планы твёрдые, что отучиться, во-первых, в этом направлении, а во-вторых, создать свою какую-то индивидуальную программу для того, чтобы девочки, которые выходят в ремиссию и могли разрабатывать руку, не чувствовали себя ущемлёнными. А есть такие курсы вот именно по реабилитации женщин? Нет. Таких, именно таких курсов нет. Есть курсы именно просто реабилитологов, то есть направленность реабилитации. Там конкретно и упражнения реабилитационные, и массажи, и какие-то там ещё процедуры специальные изучаются. Но в связи с тем, что вот конкретно на РМЖ нету направленности, вот я хочу это как-то свою персональную программу, может быть, разрабатывать или что-то. Но вот планы я ставлю такие. Как ты думаешь, спорт тебе помог? Конечно. Однозначно. Вот в борьбе с этой болячкой? Да. Спорт, во-первых, удушевлял сначала не сколько физически, потому что, ну, был дискомфорт. Болевые ощущения и физически. Сколько он сначала помог морально в первые несколько месяцев. Потому что ты знаешь, что ты мог, ты достиг каких-то высот, да? То есть ты там брал такие определённые веса. Если честно, вот после года, да, вот прошло год после того, как всё, операции прошли, я ещё до сих пор не вернулась к тем весам, которые были до операции. То есть я пока на пути. В связи с тем, что я шагаю медленно для того, чтобы здоровье не подорвать всё-таки, да, чтобы не причинить дискомфорт, чтобы не развился, не дай бог, лимфоостаз. Но я иду этими мелкими шагами. В перспективе вернуться к своим весам. В перспективе вернуться не только к этим весам, а достигнуть и высот. И как мы с тобой уже говорили, может быть, и в пауэрлифтинг прийти. Об этом тоже есть мысли. Это интересно. Это каждый день ты ставишь себе цель. Да. Это вообще непередаваемое ощущение. Да. Ну вот, кстати, планка, всё-таки она для тех, у кого удалены лимфоузлы, это просто тебе повезло. На самом деле, вот эта вот статика, она даже у меня была во время. Я знаю, знаю, да, я знаю. Вот в том-то и дело, что до операции я в планке могла стоять больше трёх минут, четыре где-то был мой максимум, да, то есть вот без перерыва, не нарушая техники. Самое главное, если ты стоишь в планке, то нарушать технику нельзя. Ну да. Сейчас я уже изменила тактику. Я стою 20-30 секунд, делаешь перерыв опять 20-30 секунд, встаёшь в следующий раз 20-30 секунд. Так по три раза можно сделать. Ну то есть три подхода, можешь больше, делай больше. Ну я когда раскачалась, я две минуты, три минуты стояла спокойно в планке, вот уже с рукой. Но это не рекомендуется делать всем. Это нужно такой подготовительный иметь период к этому делу. Ни в коем случае статику вообще вот сейчас для всех. С бухты-барахты, вот человек, если который не был вообще в спортивном зале, с бухты-барахты взять и встать в планку, это, конечно, так нельзя. Тем более, если удалены там лимфоузлы или как-то там травмы какие-то были. То есть этого не рекомендуется. Сейчас вот для всех зрительниц наших, кто прошёл через РМЖ, да, должны сказать, что никакой статики, только динамические. Нет, конечно, да. Только динамика, да. Это упражнения, которые в движении должны. В статику мы можем встать, только если мы уже подготовлены. Ну, а ты смотрела там, кто-то из девочек ещё занимается спортом, вот именно в этом направлении, там кроме нас с тобой, сумасшедших? Ну, вот если честно, чтобы конкретно вот с РМЖ, я не встречала, Оль, вот кроме тебя. Нет, вру, 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 вру. У меня есть тоже фитнес-тренер, знакомый из Коломны. По инстаграму мы тоже списались. И она мне первое время тоже подсказывала, первое время, как вот и что, что мне можно, что нельзя. Она специализируется на петлях ТРХ. То есть, вот Ольга Фёдорова, кажется, у неё фамилия, если я не ошиблась. Тоже она, РМЖ у неё пройден, за плечами там, да. Вот, и она тоже персональный фитнес-тренер в Коломне. Вот, она мне помогала и морально подсказывала, и какие-то упражнения подсказывала, какие мне можно было на первом этапе. Вот. Ну, вдохновляла тебя на это. Хорошо. Ну, не было страха в зале после операции? Страха не было. Было правильное ощущение. Ну, как сформулировать, я себя оберегала немножко. Я себя... Ну, я не кидалась сразу в максимальные веса, да. То есть, я потихонечку, как я уже повторяюсь, я потихонечку, шаг за шагом шла. К тому, что сейчас могу. Да. Ну, мы, можно сказать, затронули планы на жизнь частично. А в личной жизни есть какие-то планы на жизнь? А в личной? Ну, у меня замечательная семья. В планах по поводу семьи. У меня средний ребенок пошел тоже в фитнес. У него замечательный тренер, который говорит, что мы можем достичь каких-то высот у ребенка моего. То есть, я надеюсь, что он у меня будет выступать в соревнованиях. Да, ему 14 лет. Он уже такую прям массу набрал. То есть, бодибилдингом будет? Ну, да. Мы хотим, да. Ну, что, прекрасно. Спортивная семья. Как это здорово. И когда есть единомышленники в твоем пространстве, в самом близком. Да. Это прекрасно. Ну, что. А, кстати, хотела задать вопрос. Ты в группе «Онкопомощь» есть? Да. Может быть, вот давай с тобой вместе прямой эфир в нашей группе на Фейсбуке проведем и дадим рекомендации по спорту. То есть, вот у нас там женщина с РМЖ есть, и мы можем это сделать. Полезную вещь по спорту поговорим с тобой на эту тему. Прекрасно. Родилось прямо сейчас решение. Да, кстати, друзья, если вы ищете какие-то сообщества, вы можете найти хорошую поддержку в нашей группе «Онкопомощь» на Фейсбуке. Вот. Да? Да. И мы там прям в ближайшее время. Хорошо. А, да, в ближайшее время мы с тобой это сделаем. Что ж, спасибо большое. Я хочу пожелать тебе спортивных успехов. Спасибо. Я хочу пожелать тебе и в профессиональной теперь новой деятельности тебе колоссальных успехов, чтобы было очень много желающих позаниматься именно с тобой. Ой, спасибо. И вот такая книга в подарок «Баловень судьбы» Сергея Федоров. Это его «История победы над драком». Тебе от нас. Спасибо. Спасибо большое, что приехала. Что рассказала свою трогательную историю. Два раза я чуть не прослезила. Вот. Я думаю, что мы с тобой... Спасибо, Олечка. Я тебе тоже очень благодарна, что пригласила. Да. Что-нибудь придумаю. Всегда согласна с тобой на любые подвиги. Спасибо. Что ж, дорогие друзья. Вот еще один пример, что, да, пережила болезнь прекрасная женщина, но спорт не забросила. И это возможно жить полноценной жизнью. Давайте настраиваться именно вот на такой хороший, позитивный лад, что все возможно в этой жизни. Надо только желать этого. Спасибо. Спасибо. До новых встреч. До новых встреч.